здравствуйте дорогие друзья сегодня 24 ноября уже скоро зима и 1 декабря а у нас здесь зимние жуки которые хорошо себя чувствуют и быстро бегают на самом деле они конечно летние потому что обычно выводится летом особенно вот этот огромный жук зоофобос который тропический вот этот огромный обыкновенный жук-носорог риктос назикорнес азофобос вот этот черный супер жук супер чернотелка которого разводят на корм домашним маленьким питомцам и кормит конечно не жуками его личинками большими огромными червячками а вот жука зоофобоса все знают а жук носорог видите дожил даже до зимы и уже где-то около месяца не смог убежать под диван с банки я его показывал ему уже около месяца прекрасно себя чувствует хорошо ходит немножко конечно устал выдираясь из банки и про пропилив буквально пластиковую банку но вот с такой бы пожалуй он даже не справился она все-таки четыре раза толще а с тонкой пластиковой банкой справился я вам пока покажу подбрасывать буду жука зоофобоса который тоже совершенно недавно окуплился и вот видите превратился во взрослых насекомых я все подбрасываю самочек уже казофобоса хорошо определить можно самца и самка по по наличнику по голове голова самочки с наличником прямым значит это самочка с вырезкой значит самец сейчас найдем и самца самцы оказывается покрупнее они здесь тоже есть еще не совсем окрепли но есть вот сейчас вы увидите это все у нас самочки а вот и самцы вот пожалуйста самец еще не окреп только что был белым а сейчас светлый коричневый и крупный это самец вот еще один самец у которого еще даже усики и щупики не освободились не потемнели светленькие усики и тело совсем еще мягкая хорошо видно вырезка на наличники это именно самец у него вырезка на голове на наличники вот здесь сейчас покажем вот здесь маленький полукруг если есть полукруг это самец у него маленькие щупики которые еще совсем не окрепли желтенькие так все кое-кто пытается убежать далеко не убегают как как они себя чувствуют не очень сильно конкурирует за еду но сейчас мы посмотрим будут ли они реагируют на еду жук носорог ничего не ел целый месяц да действительно жука носорога не надо кормить казалось бы как это он не ел целый месяц вот так у него жировые запасы позволяют выжать в течение месяца после чего жуки спариваются самки откладывают яйца а самцы погибают а вот сейчас мы дадим сладенькая шкурку банана для зафобусов и зафобусы сразу же четко реагирует вот один уже устремился и приклеился к сладкой пище а другие еще не поняли что прибыла еда добавляем надо за фобусы выводится не совсем хорошей формы например вот видите потеннейший уже коричневого цвета но крылья почему-то широко остров ставлено это опасно для жука за фобуса потому что в культуре когда будут другие жуки более крепкие сильные жуки могут напасть на жука с открытыми крыльями и попросту говорят загрызть его отгрызть кусочек брюшка у жуков каннибализм выживает сильнейший и очень сильное сражение между самцами за конкуренцию за самочек поэтому они будут уничтожать слабых особей а вот если дать еще сухарик на сухарик будет мало реагировать и конечно же такой жук подгрызанным брюшком постепенно ослабеет и погибнет иногда вот выводится руки которые не могут закрыть над крыльями вот сейчас на этом экземпляре на маленьком увидите что какие крылышки скукошились сжались на самых вершин и не складываются виде оригами такие получилось двумя черными засохшими точками жука за фобуса достаточно просто содержать в культуре надо конечно следить чтобы он не убежал но он не кусается не жвала у него такие что он может дарить конечно фрукты но кусать за тело он не будет так же как и жук-носорог у жука-носорога вообще редуцированные ротовые органы и он не может ничем не укусить не пожевать поэтому он голодает жук-носорог а вот жук за фобус входит кушать если дадите сухой пищу для субстрата виде например овсянки самки будут откладывать яйца на овсянку а самцы будут спариваться а будут также подъедать саму эту овсянку подгрызут немножко потом конечно вылупятся еще личинки и овсянкой будет питаться личинки но нужно время от времени субстрат менять с тем чтобы взрослые особи не поедали для мелких личинок а самые мелкие личинки не подъедали отложенные яйца различные укромные места складки между крупинками овсянки или например древесными стружками если оставить замкнутом пространстве вот такого желтого жука то как я сказал не исключена опасность что желтого жука одолеют более крупные черные жуки черные потому что они уже затвердели стали сильными твердыми и над крылья у них стали непрокусываемы хотя и даже твердые у жука могут более крупные особи разгрызть а вот такому желтому не поздоровится поэтому на обычно нужно делать множество укрытий палочек в контейнере в большом где живут жуки это позволит им прятаться скрыться вот на маленьком жуке вот на этом остались кусочки куколки вот мы видим что у него еще совершенно белые щупики вот эти вот нижнегубные нижнечердерстные и один усик недоразвился а второй усик еще желтенький а тело вообще еще совсем мягкое счастью для жука носорога здесь это для жуков зафобусов в виде влажные шкурки банана жукам очень нужна влага особенно после выведения поэтому их нужно срочно покормить а как вы не будете стараться подкормить жука носорога давая ему фрукты сладкие овощи или например какой-то сок носорог не будет есть не будет пить потому что у него не развиты ротовые органы а вот вот этих черненьких жуков зафобусов у них очень хорошие крепкие мандибулы верхние челюсти они как раз будут хорошо разгрызать овощи морковку яблоко грушу друг друга могут разгрызать ну в отдельном таком контейнере на жука носорога они не будут нападать потому что здесь они отключены светом и не настолько еще голодны чтобы набрасываться на всех на все что движется тут появилась еда с едой можно расправиться жук носорог будет потихонечку двигаться пытаться удрать и за ним можно интересно наблюдать потому что он сильный большой красивый совершенно безопасно и правда нужно соблюдать меры осторожности тем чтобы он просто не удрал видите какой ловкач может запросто держаться на одном коготке очень активный и подвижный надо даже банка начинает жужжать открывать открытие пытаться взлететь поэтому банку если поставить открытый или контейнер он вполне может вылезти в лабораторных домашних условиях просто потеряться где-то зайдя в тупик в укромный уголок и оттуда не вылезть потерявшись вот мы увидим у него голова усили коротенькие рог с росшиеся ротовые органы и видим как он цепляется одним коготком и висит на одном коготке вот такой интересный жук бамбула если его положить на спинку он вполне хорошо перевернется у жуков развит механизм переворота спасения потому что жук может и в природных условиях стукнуться и перевернуться на спинку при этом он обычно открывает крылья упирается над крыльями и делает переворот при помощи раскручивания движения ножек и зацепления при помощи коготков вот такие у нас сегодня руки покажем их еще крупным планом как они будут питаться по отдельности и тогда расскажем как их содержать в лабораторной культуре сегодня просто ознакомление с нашим маленьким зоопарком таких локальных условиях в небольшом скученном помещении и каждый теперь занят своим кто-то кушает а кто-то ползает что и вы можете содержать у себя жука за фобоса очень легко нужно только крышечку иметь и контейнер побольше пластиковая крышечка вполне достаточно для жука за фобоса жук за фобос не столь активный не с такими огромными зазубренными ногами обычно не прогрызет пластиковый контейнер которым нужно оставить дырочки чтобы жуки дышали а за жуком носорогом надо наблюдать иначе он запросто из контейнера может удрать как он может сделать дырку пропилив пластиковый контейнер тонкий конечно можете посмотреть в отдельном моем видео на моем канале как бегство жука носорога из контейнера на сегодня все до новых встреч напишите в комментариях у кого есть такая культура таких жуков подписывайся на канал ставь лайки и пиши комментарии что вам интересно что такие жуки вам нравится кого воспитываете в домашних условиях руку никаких других насекомых или каких-то других домашних животных пока пока до новых встреч на моем канале ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на канал если в первый раз пишите комментарии н Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»